Центральная комиссия Беларуси по выборах и проведении республиканских референдумов завершила регистрацию инициативных групп по получению кандидатов на посаду президента. Усяго Центр выборкам допустил до отдела узбор и подписов 8 инициативных групп. Нагадаем, выборы президента Беларуси отбудутся 11-го кастричника. Меж тем свою работу начинают выборчие комиссии. Так, створенная на передатні комиссия Гомельской области по выборах президента Республики Беларусь провела сьогодняя первое посаджение. На им был обраны старшиня, вызначенный режим и регламент дальнейшей працы, выращенный шерах инших организационных питаний. Старшиней одноголосно обраны Миколай Стош, який означалевая областный филиал предприемства «Белдзержстрах». При получении его кандидатуры был отзначенный великий практичный опыт и досконалое ведение выборчего законодательства. Уручающий посвящение членам комиссии, Миколай Стош повиншовал коллег и пожадал пленной суместной працы. А после затверджения плана работы на ближайший час рассказал про новые ведения, которые будут присутничать у тебя первой выборчей кампании. Одно из таких – макшимость формирования кандидатами уластных фондов. Ахверование у обмежеванных померах смогут уносить як грамадяне, так и юридичные особы. А кроме того, заборонена агитация за байкотование и взрыв выборчего процесса. Это норма, которая закреплена нынешним избирательным кодексом, потому что, к сожалению, в различных кампаниях, которые проводились ранее, отдельные лица призывали к срыву, байкоту и так далее. Выборы – это кампания, скажем, не дешевая. И призывать людей к срыву – это не только политика, это еще и экономика. Продолжение следует...